Берем баклажан, я здесь уже удалила все лишнее, и режем его вот так наискосок, ну достаточно тоненько. Перекладываем баклажан в глубокую миску, если баклажаны у вас горчат, их нужно предварительно посолить и оставить, затем хорошо промыть и обсушить. У меня баклажан не горчит, поэтому делаю так, теперь сбрызну его хорошенечко маслом, все это перемешаю. Баклажаны впитывают в себя масло как губка, поэтому чтобы было не слишком жирно и чтобы, так сказать, в целях экономии масла, мы баклажаны вот таким вот образом в миске сбрызнем, а на сковороду масло добавлять не будем. Теперь баклажаны выкладываем на сухую сковороду и обжариваем с двух сторон до золотистого цвета. Пока обжариваются баклажаны, сильный огонь, кстати, не делайте, чтобы они не подгорали и успели приготовиться. Мы с вами подготовим все остальные продукты, главное следите за баклажанами, чтобы не проворонить. Берем листья салата, я взяла листья пекинской капусты, вот эта часть мне не нужна, а листья пекинской капусты я порежу, режу их достаточно крупно. Вот такого состояния добиваемся и баклажаны переворачиваем, обжариваем их с другой стороны, поэтому режем их тонко, чтобы обжаривались они быстро и успели приготовиться. Сладкий болгарский перец, обжаривать не будем и порежем его так достаточно тонкой соломкой. Далее помидоры, я их порежу достаточно крупно, дольками. Можно взять также помидорки черри, порезать их пополам, но у меня черри нет, поэтому берем то, что имеем с огорода и, конечно же, зелень. Я взяла кинзу, можно взять базилик, можно и то, и другое взять, и базилик, и кинзу тоже будет очень вкусно. Зелень рубим. Баклажаны обжарили, все продукты подготовили, и теперь сделаем заправку. Заправка очень простая, быстрая. Берем соевый соус, 4-5 столовых ложек. Все продукты, их количество, я укажу в описании под видео. Сюда отправляю свежемолотый перец, у меня смесь перцев. Сюда же пропускаем через пресс 1-2 зубчика чеснока, и сюда же добавляю мед. Мед жидкий, все это хорошенечко перемешиваю. Немного растительного масла добавляем в заправку. У меня оливковая, можно любое растительное брать, подсолнечное, кунжутное, тоже сюда замечательно подойдет. Друзья, еще больше простых и вкусных рецептов вы найдете в моей группе ВКонтакте и на моем Яндекс.Дзен канале. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Обязательно переходите, подписывайтесь, буду вам очень рада. Ну а мы с вами собираем салат. Берем какое-нибудь блюдо. Первым слоем выкладываем пекинскую капусту. Можно взять листья салата, как я уже и говорила. Ну такой, знаете, хрустящий, типа салата айсберг. Сверху распределяем свежий перец. Сверху все это поливаем вот так ароматной заправкой. Не всей, конечно. Несколько ложек. Далее выкладываем обжаренные баклажаны. Вот так, чтобы остальные ингредиенты тоже было видно через баклажаны. Между баклажанами вот так выкладываем дольки помидоров. Сверху выкладываем сыр. У меня фета, можно брынзу взять. Берем такой солененький сыр, ну по типу брынза. Все это посыпаем рубленой зеленью. Выливаем сверху все оставшиеся заправкой. Теперь уже выливаем ее всю. В завершающий стрих посыпаем все семенами кунжута. У меня черный и белый, можно только белым. Вот такой обалденный салат мы с вами сегодня приготовили. Настоятельно рекомендую повторить его на своей кухне, потому что это очень вкусно. Необычный, очень интересный салат. Для меня он новый. Салат теплый и вкусный он как в теплом, так и в холодном виде. Готовить салат будем. То есть основа салата это будет булгур. Крупу эту можно найти в любом супермаркете и получается он из твердых сортов пшеницы. Булгур я хорошо промыла до прозрачной воды. Что мы теперь делаем? Сковороду я уже разогрела. Мы булгур с вами подсушим и слегка поджарим на сковороде. Добавляю буквально капельку растительного масла. Вот так уже на разогретую сковороду. И отправляю сюда булгур. Обжариваем на умеренном огне булгур. Вот посмотрите, он уже начал изменять цвет. Для чего мы обжариваем крупы. Например, гречку или макароны. Для того, чтобы в готовом виде они не слипались. То же самое мы делаем и с булгуром. Булгур поджарили. На этом этапе заливаем его горячей водой. Открываем сковороду крышкой. Убавляем огонь. И томим примерно 10-15 минут до готовности булгура. Спустя 10 минут проверяем, что у нас с булгуром. Открываем крышку. И смотрим. Жидкость вся испарилась. Но при этом, посмотрите, булгур вот такой вот рассыпчатый. Я его, кстати, уже попробовала. Вполне достаточно. То есть больше готовить не нужно. На, так сказать, конечном этапе булгур. Солим слегка. Можете добавить специи по вашему вкусу. Я добавляю только смесь свежемолотых перцев. Сейчас все это перемешаю. Вот так аккуратно. Накрою сковороду крышкой. И снимаю сковороду с огня. Да, настояется буквально 2-3 минутки. Булгур настоялся. Теперь выкладываем его на блюдо. Посмотрите, какой он рассыпчатый. Не переварите, чтобы он у вас не был как каша. Булгур сверху с брызнем соком лимона. Слегка, немного. Потому что у нас еще будет один такой концентрированный компонент, чтобы не было слишком кисло. С этим салатом можно экспериментировать, добавлять разные вкусы. И у вас всегда получится, так сказать, новый салат. Я взяла вяленые томаты. Вместо вяленых томатов можете взять, например, помидорки черри, порезать их пополам и добавить в булгур. Что я делаю? Вяленые томаты у меня такие достаточно крупные. Я их разрезаю на 3 части. И выкладываю на булгур. По желанию в этот салат вы можете добавить также, например, консервированный тунец. Кусочки. Будет тоже очень вкусно. Я еще буду добавлять каперсы. Это, так сказать, необязательный компонент, но они очень концентрированные и они придадут свой такой неповторимый вкус. Если не хотите, можете каперсы не добавлять. Либо вместо каперсов добавьте, например, оливки. Они тоже кисленькие. Далее берем рассольный сыр. У меня фитакса. Можно взять брынзу и нарезаем его кубиками. Можно, кстати, взять моцареллу в шариках, разрезать шарики на половинке и добавить в салат. Но мне кажется, с фитаксой будет более вкусно, потому что у нее насыщенный вкус, а моцарелла все-таки пресновато. Кубики сыра выкладываем на салат. Вот такая красота уже получается. И маленькое дополнение. Листочки базилика добавлю для красоты. Для аромата он здесь превосходно подходит. Видев такой салат на столе, наверняка каждый захочет его попробовать. Потому что, во-первых, он красиво, эстетично и аппетитно выглядит. И с этим не поспоришь. Но, во-вторых, он очень вкусный. И это тоже факт. Вот вроде бы ничего особенного нет в этом салате, но продукты подобраны настолько идеально, что он получается безумно вкусный. Вкусный, красивый, сочный. Такой салат можно подать и на праздничный стол. Оставайтесь со мной, чтобы узнать рецепт. Салат не только вкусный, но и полезный. В первую очередь нам понадобится любой листовой салат. Самое главное, чтобы он был хрустящий и сочный. Салат мы выкладываем вот таким образом по кругу на большое блюдо. Далее в центр салата выкладываем любой салатный микс по вашему вкусу. У меня сегодня рукола и вот такие вот красные листочки. Если честно, не знаю, не помню, как салат называется. По-моему, редичи или родичи, как-то так. Вот так выкладываем. Листочки тунца слегка разминаем, но без фанатизма. Я, кстати, очень люблю готовить из консервированного тунца. Я его использую и при приготовлении завтраков, и добавляю в салат, и горячее блюдо с ним готовлю. И, кстати, вот даже когда дома ничего нет, я открываю баночку тунца с хлебушком на перекус. Сам это. Вот так разминаем, но без фанатизма, как я уже и говорила. Разбираем тунец на волокна, чтобы ощущались такие небольшие кусочки, не в кашу. И распределяем его вот таким вот образом по салату. Далее тунец посыпаем тертым сыром. Немного. Теперь мы добавим сочность нашему салату и одновременно его украсим. Для этого мне понадобится свежий огурец и овощерезка. Что мы делаем? Берем и распускаем огурец вот на такие тонкие полосочки. Огурец еще разрезаем на две части, вот так вдоль. И что мы дальше делаем? Берем половинку помидорки черри, берем половинку пластинки огурца, и вот таким образом оборачиваем помидорку, чтобы у нас получился такой вот рулетик или цветочек. Смотрите, вот так. Теперь берем этот цветочек и переносим его на салат. Вот таким образом. И расставляем либо хаотично, либо в виде какой-то формы. Я их выставляю вот так по кругу на небольшом расстоянии друг от друга. Такая вот уже получается красота. Далее по кругу вот таким образом выкладываем половинки помидорок черри. Остается только заправить салат. Заправка простая, но она оптимально подходит к этому салату. Что мы берем? Берем сок лимона, здесь у меня пара столовых ложек. Масло берем, масло оливковое из консервированного тунца. Я не выливаю, добавляю его в заправку. Соевый соус, пару столовых ложек добавляем сюда же. Сахарку для баланса вкуса, так как есть лимон. Я еще добавлю немного зернистой горчицы, но это по желанию. Если не хотите, можете не добавлять. Я добавляю перец. Слегка перемешиваем, чтобы все компоненты объединились. И подготовленной заправкой поливаем салат. Распределяем по всей поверхности. Вот такая красота у нас с вами получилась. Салат не только красиво выглядит, но еще и очень вкусный. Я от души рекомендую, обязательно приготовьте его просто так или к праздничному столу. Сегодня никакого майонеза. Будем готовить сочный, свежий, вкусный, витаминный салат. В первую очередь берем горсть грецких орехов. Грецкие орехи я хорошо промыла, обсушила и теперь их слегка поджарю на сухой сковороде. Вот так на среднем огне орехи слегка подсушили и немного подрумянили. Теперь дадим им немного остыть. Я выкладываю на салфеточку. Далее берем свежие овощи, огурцы и помидоры. И все это будем резать небольшим кубиком. Ну а пока я режу, не забывайте подписываться на мой канал, подписываться на мое сообщество ВКонтакте. Там также много простых и вкусных рецептов на каждый день и к праздничному столу. Режем некрупно. Вот примерно вот таким кубиком нарезаю я огурцы. По желанию можно снять с них кожуру, но я этого не делаю. Огурцы отправляем в глубокий салатник и будем резать помидоры. Помидоры режу примерно так же, как и огурцы. Таким же размером. Отправляем томаты к огурцам. Далее берем красный салатный лук. Нет красного салатного лука, возьмите обычный репчатый лук. Лук будем резать достаточно мелко. Либо мелким кубиком, либо можете порезать его тонкими-тонкими четвертинками. Мне будет достаточно половинки луковицей. И я ее режу вот таким мелким кубиком. К этому времени грецкие орехи остыли. Теперь их нужно измельчить удобным для вас способом. Можно порубить ножом, можно отправить их в мешочек и пройтись скалкой. Я же буду измельчать в ступке, но не в кашицу, не очень мелко, а чтобы ощущались кусочки. Вот так примерно измельчаем орехи. Мельче не стоит. Отправляем их в салатник. Добавляем зерна граната. Здесь у меня примерно половина граната. Такой красочный, насыщенный салат получится. Я же вам обещала, что салат будет сочный и витаминный. Как видите, овощей и даже фруктов в салате много. И, конечно же, мы добавим зелень. Зелени тоже будет много. Желательно взять микс. У меня здесь кинза, базилик и укроп. Все свеженькое. Зелень тоже мелко рубим. И отправляем в салатник. Остается салат только заправить. Для заправки мы берем лимон. Мне понадобится сок примерно половины лимона. Может быть, чуть меньше. Конечно же, салат солим по своему вкусу. Можете добавить свои любимые специи. Я добавлю сегодня сумах. Немного. Сок лимона примерно 2-3 столовые ложки. Я добавляю пока 2 ложки. И растительное масло. У меня подсолнечное. И последний маленький штрих. Будем добавлять в салат гранатовый соус. У него такой, знаете, насыщенный вкус. Прям гранатовый. У меня соус сладко-острый. Есть просто сладкий гранатовый соус. Можно в салат также добавить, поперчить его, если у вас соус сладкий. Либо разнообразить его, добавить сладкий перец и острый перец. По своему вкусу. Чем можно заменить гранатовый соус? Можно взять, например, какой-то топпинг на основе бальзамического уксуса. Если и топпинга у вас нет, замените его на мед. Заправляем. Все это хорошо перемешиваем, чтобы все вкусы объединились. И подаем. Сочный, свежий. Вот знаете, это просто взрыв вкусов. Я всем очень желаю, чтобы каждый из вас приготовил и попробовал этот салат. Потому что просто объедение получается. Сегодня я хочу предложить вам очень вкусный, сочный, хрустящий салат, который готовится за считанные минуты. Салат этот будет без майонеза. Поехали. Первую очередь берем бекон. У меня бекон сырокопченый. Бекон делим на 4 части пластинки. Вместо бекона можно использовать, например, консервированный тунец. И вкус у салата будет уже другой. Бекон перекладываем на сковороду. Сковороду ничем не смазываем. Жирка, которая выделится из бекона, будет вполне достаточно для того, чтобы его, так сказать, обжарить. Обжариваем с двух сторон, чтобы он немножко подрумянился. Переворачиваем на другую сторону. И со второй стороны тоже бекончик подрумяним. Когда бекон подзолотился, стал вот такого симпатичного цвета, перекладываем его на тарелочку. Без маслица. Пока бекон остывает, берем помидорки черри. Можете взять обычные томаты, если у вас нет черри. И порезать обычные томаты просто кубиком, только покрупнее. Помидорки черри режем пополам. Собираем салат. Берем любой салатный микс. Мне нравится, когда присутствует рукола, но сегодня ее нет в составе. Но ничего страшного, так тоже будет очень вкусно. Выкладываем салатный микс на блюдо. Сверху выкладываем хрустящие кусочки бекона. Далее помидорки черри. Можно, конечно же, выложить их каким-то специальным образом в виде венка, например, если у вас большое блюдо. Но я предпочитаю вот таким образом. Просто хаотично раскладываю по всей тарелке. Оливки. Они бывают с разными вкусами, но для этого салата идеально подходят оливки с лимоном. Обязательно поищите, такие получатся очень вкусные. Они с такой легкой кислинкой. Моцарелла. Мини вот такие вот шарики в рассоле они. Можно их порезать пополам, а можно прям целиком. Тоже распределить по всей поверхности. И остается только заправка. А заправка будет простейшая. Берем растительное масло и соевый соус. Все это отправляем в миску. Сюда же добавляем зернистую горчицу. Немного. И все это тщательно-тщательно смешиваем. Можно добавить ваши любимые специи. Я добавляю просто паприку. И все это еще раз перемешаю до более-менее однородного состояния. Готовленной заправкой поливаем салат. Распределяем ее по всей поверхности. Немного свежемолотого перца. Самую малость для аромата. В принципе салат готов. Но еще для красоты, для вкуса можно полить его каким-нибудь бальзамическим топпингом на основе бальзамического уксуса. Ну посмотрите, какую красоту мы с вами приготовили за считанные минуты. Салат ресторанного уровня. Я бы сказала, обязательно его приготовьте в будни или даже к праздничному столу. Очень вкусный, очень хрустящий, очень сочный. Салат для милых дам. Причем такой салат понравится не только девушкам, но и мужчины от него будут в восторге. Салат сочный, очень вкусный, необычный. Берем один баклажан. Можно взять и два, в зависимости от того, сколько вы хотите приготовить салата. Баклажан порежем брусочками. Тут в принципе особо значения не имеет. Хотите, порежьте их кубиком, но покрупнее. Можно брусочками. Баклажаны для начала отправляю в глубокую миску, слегка их присолю и перемешаю. Теперь беру кукурузный крахмал. Если нет кукурузного крахмала, то возьмите муку. Отправляю в мешочек 2-3 столовые ложки кукурузного крахмала. Ну, либо в вашем случае это может быть мука. Сюда же перекладываю баклажанчики. Смотрите, все очень просто. Мешочек вот здесь закрутили и вот таким вот образом потрясем, чтобы все баклажаны у нас покрылись крахмалом. В сковороде разогреваем растительное масло. Огонь должен быть средним, чтобы баклажаны успели приготовиться, при этом не подгорели. Стряхиваем лишний крахмал с баклажанов и выкладываем на сковороду. Баклажаны не прилипали друг к другу, оставляйте небольшое расстояние. Как только они подрумянились с одной стороны, переворачиваем и доводим до готовности со второй стороны. Баклажанчики должны у нас хорошенечко подрумяниться. Вот такие румяные баклажанчики получаются сверху хрустящие, внутри нежные. Теперь перекладываем их на бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло. А еще горячие баклажаны пропускаем через пресс чесночок и перемешиваем. Берем вкусные сладкие помидоры, у меня вот такие черри на веточке, можно взять обычные томаты. Черри достаточно порезать пополам. Собираем салат. У меня здесь рукола. Можно взять любой другой салатный микс, либо просто листья салата. Выкладываю руколу на блюдо. Сверху выкладываю хрустящие, ароматные баклажанчики. Еще раз их перемешала, чтобы они обогатились, так сказать, ароматом чеснока. Оставшийся чесночок тоже отправляем сюда, не пропадать же добру. Хаотично выкладываем помидорки черри. Еще один штрих, немаловажный. Сыр. Это сыр бурата с приятным нежным сливочным вкусом. Если такой не найдете, замените на шарики моцареллы. Берем сыр бурата и ставим его прямо в центр тарелки. Посмотрите, уже какое красивое праздничное блюдо получается. Быстренько делаем соус для подачи. Здесь у меня кисло-сладкий соус. Пара столовых ложек. Добавляю сюда соевый соус, примерно столовую ложку. И растительное масло. Вот так. Теперь все это хорошенько перемешиваем, чтобы все составляющие объединились. В итоге должна получиться вот такая вот однородная эмульсия. Теперь весь салат выливаем подготовленным соусом. Получится очень вкусно. Я вам настоятельно рекомендую приготовить. Вы только посмотрите, какая получается в итоге красота, эстетика. Салат аппетитный, сочный, очень вкусный. Подадите такое блюдо на стол. Каждый обязательно захочет его попробовать. Разве не так? Так, а как мы его подаем? При подаче на стол берете, разрезаете в мешочек. Вот такая вот внутри вкуснотища. И все перемешиваете с вот этой аппетитной сливочной массой. Просто вилочкой. Так, берете. Я все сейчас перемешивать не буду, чтобы успеть подать вот эту красоту на стол. Но попробую. У меня нет слов, насколько это вкусно. Это просто взрыв вкусов. Обязательно приготовьте. Ставьте лайк этому видео. Готовьте с душой и с удовольствием. Всем приятного аппетита. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok